всем привет это юлия баталова друзья сегодня 8 марта международный женский день и в честь этого я решила себя порадовать побаловать пойти позавтракать на берег моря в район ташу и приехала друзья я сюда сегодня одна на автобусе очень удачно получилось автобус был практически пустой сегодня я даже не завтракала с утра всех проводила сегодня в садик на работу приготовила с утра сначала мужу завтрак потом деткам потом стал старший сын проснулся для него приготовила и поняла что наверное уже на себя сил не останется готовить завтрак и давай-ка я себя побалую сделаю себе такой подарочек на 8 марта и позавтракаю на берегу моря ну и конечно же сюда я понимала что дорога бы не быстрая поэтому взяла в дорогу с собой айран немножко может сказать перекусила и вот время уже пол одиннадцатого я в ташу джу друзья тут очень красиво я почему-то сразу представила себе именно ташу джу когда захотела позавтракать хотя могла там в городе найти кафешечку красивую на берегу реки гексу можно было бы позавтракать но мне захотелось приехать сюда и друзья впереди сезон можно вообще чаще приезжать сюда скоро начнем сезон купанием я хочу прошлом году я открыла в мае хочу уже попробовать в этом году в апреле может даже раньше руслан прошлом году открыл сезон уже в марте поэтому сейчас уже март и наверное на выходных мы конечно же приедем может быть даже у меня уши искупается но а я чуть попозже наверное и поэтому я буду чаще сюда приезжать будем конечно же здесь тоже гулять вообще район ташу джу очень красивый здесь очень хорошо гулять с детьми здесь очень много площадок здесь очень много русской речи очень много русскоговорящих очень много людей гуляют с детьми вообще когда я думала что да надо будет ездить сюда постоянно как бы чтобы искупаться у меня даже мысль такая была а возможно через год как вот мы договор оформили здесь на аренде живем заключили аренду на год и когда и по истечению этого времени можно в принципе подумать да как бы может быть переезжать сюда искать квартиру здесь а единственный минус этого района ну как мне сказали как я понимаю если я ошибаюсь пишите мне в комментариях говорят что здесь как будто бы нету газа а это для меня очень важно потому что с детьми вот это вот мерзнуть ходить ну не хочется я уже привыкла к газу и то что все централизовано то что ты не ждешь вот этот баллон с газом а то что прямо в квартиру приходит газ и это сейчас для меня очень важно райончик как я заметила в основном состоит из вот таких вот стареньких домов невысоких нет конечно и есть пятиэтажные там вот когда заезжаешь только в ташуджу стоит очень много новых домов я вот сегодня заметила но это не похоже на селевке в селевке очень много таких высотных домов и там больше наверное новых домов но это именно та часть где мы живем другая же конечно сторона реки гёксу вот которую как раз я показывала вчера там конечно тоже домики такие уже старенькие пошарпанные вот это все нужно конечно же учитывать а еще друзья почему именно сегодня решила сюда приехать здесь очень много вот таких вот корабликов где есть завтраки и мне почему-то именно представился завтрак на каком-нибудь из этих кораблей сейчас буду искать где можно позавтракать где есть завтраки и хочу показать как они вообще выглядят здесь в турции именно в селевке именно в районе ташуджу как и чем турки тут завтракают друзья и конечно же сегодняшнее видео будет посвящено именно международному женскому дню женщина это любовь это семья женщина это мать женщина это мать И, наконец-то, женщина — это жизнь, друзья. И поэтому поздравляю всех своих любимых подписчиц, всех женщин на планете с этим прекрасным днём. С днём Международного женского дня! Девочки, красотки, красавицы, всех-всех-всех со всего сердца, от всей души поздравляю с этим прекрасным днём. Самое главное, конечно же, в этот день ещё для женщины — это поздравление её мужчины. Самое главное. Любая женщина, какая бы она ни была терпеливая, какая бы она ни была преданная, в этот день хотела бы услышать от своего мужчины поздравления, какие-то слова поддержки. Ведь всё-таки действительно женщина, особенно если есть у женщины семья, особенно если есть дети, она всем своим телом, всей своей душой отдаётся своей семье, своим детям. Особенно если есть у женщины работа. Представляете себе, да? То есть это настолько тяжёлый труд отдавать себя семье, детям, мужчине, ещё и любимой работе. Да, почему любимой? Потому что работа должна, конечно же, в первую очередь приносить удовольствие. То есть, друзья, в женщине должно быть настолько много любви, действительно настолько много сил, чтобы не разорваться и не потеряться во всём этом. Работа должна приносить удовольствие, чтобы работа, скорее всего, наполняла, а не забирала. Потому что в первую очередь женщине нужно быть наполненной, чтобы уметь отдавать себя до последней, можно сказать, капельки. Вот. Но при этом отдавать не только другим, но и самой себе. Вот. Себе тоже мы должны уделять много времени. И вот это всё нужно правильно рассчитывать, чтобы не остаться совсем пустой. Сегодня я хочу сделать такой вот ролик, наверное, чисто женский, может быть, даже. Дорогие мужчины, если кто-то всё-таки зашёл и смотрит, можете, конечно же, оставаться. Но сегодня, не обижайтесь, сегодня буду разговаривать на женские темы. Вот. И пользуюсь случаем, хочу всех мужчин попросить не забывать о своих женщинах в этот день. Пусть не в этом году, пусть в следующем году. Обязательно в первую очередь дарите тепло, дарите какие-то сюрпризы, подарки. Особенно дарите свои внимания. Не пожалейте слов в этот день для своих любимых женщин, для своих любимых жён. И в этот день мне очень захотелось заниматься ещё и своим любимым делом. Я понимаю, что я могу совмещать свою работу и дарить вам, всем своим любимым подписчикам, своё внимание. Вот. С утра, как и говорила, всем своим мужчинам подарила своё внимание, приготовила завтрак не только мужчинам, но и дочери своей. Поздравила её и поняла, что нужно себе оставить тоже капельку, а тем более мне ещё приходится делиться этим с вами. И хочу сделать классное видео, чтобы и у вас настроение поднялось, чтобы вместе со мной вы гуляли. Я знаю, что у меня подписчиц много, что подписчиков в основном у меня на 70% составляет это женский пол. И поэтому хочу для вас такой сделать подарочек, хочу вместе с вами тут позавтракать, показать, как оно должно быть, наверное, вот этот 8 марта, как оно должно проходить. В первую очередь, женщины себе тоже должны уделить в этот день внимание и подарить себе радость, хотя радость дарить нужно себе постоянно, каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, я выбрала вот из всех столов здесь, а их очень много. Можно, кстати, и на улице посидеть. Вот, вообще, очень классный такой кораблик. Немного так прям подшатывает, когда тут сидишь так и совсем-совсем слегка. И посмотрите, какие здесь виды. Я решила выбрать именно вот этот вот столик. Вообще, посмотрите, какая красота. Вот, я думаю, даже сюда можно приехать с большой компанией, заказать этот корабль отдельно. Я, наверное, даже спрошу, сколько это будет стоить. Вот, я сказала, что я хочу завтрак. Сказала, что сегодня я не завтракала. Самый главный шеф или кто, я не знаю, как его назвать. Он предложил завтрак. Ещё поздравил с Международным женским днём, конечно же, на турецком языке. Вот. И я вообще очень рада, что я сюда приехала, потому что действительно мне этого не хватало. Я давно хотела позавтракать в Турции. Не помню, когда последний был турецкий завтрак у меня в последний раз. Честно, не помню. И давно хотела именно вот в тишине, именно вот с пением птиц, именно так, как оно сейчас проходит. Звонила многим девчонкам, поздравляла. Кто где, кто тоже в кафе сидит, кто-то сегодня в ресторан собирается. Кто-то на работе, кто-то собирается после работы с девчонками. Ну, а я вот именно хотела вот так вот в тишине о себе любимой уделить внимание, прям приехать сюда. И я очень рада, что это у меня получилось. Мне поставили тут музыку русскую и принесли завтрак. Смотрите, как приятно, когда тебе готовят завтрак. Ну что, друзья, я объяснила, что музыку на YouTube нельзя как бы чужую вставлять. Как вы понимаете, что на YouTube монетизацию могут отключить, если будет музыка какая-то такая авторская. Вот, поэтому я попросила музыку отключить, да и вообще хочу сидеть в тишине. Давайте посмотрим, что ты тут мне принесли. Так, принесли яйцо, сыр, чай, мёд, варенье. Принесли овощи, хлеб, оливки. Это что-то надо попробовать. Так, ещё какой-то сыр и яйца. Ещё и в таком виде получается. Ну, вот такой вот завтрак, друзья. Всем приятного аппетита. И мне тоже. И вот, кстати, вот некоторые пишут, что всё бросают и начинают смотреть меня. Вы можете завтракать вместе со мной, кто завтракает позже. Ставить мой ролик и вместе со мной завтракать. Обычно я сама так и делаю тоже. Когда я завтракаю, обычно я ставлю какой-то видеоролик. Вот, его смотрю, ставлю видеоролик именно вот, чтобы смотреть, наслаждаться. Потому что приём пищи тоже должен быть приятным. Вот. И ни в коем случае нельзя смотреть что-то такое негативное, когда вы завтракаете. Вот, потому что это вся пища потом в итоге превращается в нас, так ведь. И поэтому на это тоже нужно уделять, конечно же, внимания. Вот. Ну, приятного аппетита всем. Ну, и что, друзья, я покушала и наелась. Ещё только яйца съела, ещё пока к чаю не приступила. Вот. Вкусно. Прям как дома, по-домашнему. Вот это, кстати. Попробовала это, оказывается, что-то к чаю сладкое. Ну, типа варенья, может быть, какого-то. Вот. Съела я яичницу. Дополнительное яйцо съела. Сыра немного попробовала. Овощей поела. И сейчас буду чай пить. Вообще так сижу тут и прям немножко так подкачивает. Смотрю на море. И, знаете, вот телефон не передаёт. Оно такое голубое-голубое, друзья. Вот если бы не этот звук, который там этот... То вообще красота, конечно. Смотрите, тут рядом кораблики стоят. Ну, очень красиво. Ну, очень приятно. Прям слов нет. Насколько я счастлива. Почему нельзя здесь остаться жить? В общем, друзья, только что поговорила вот с шефом. Измаил, вроде как, зовут его. Он говорит, вы можете сюда приходить, заказать даже групповой тур. То есть, стоит на одну персону 600 лир. Вы можете выезжать куда-то там, даже, как бы, такой тур, купаться. То есть, здесь, говорит, можем устраивать дискотеку. И телефончик я вам сфотографировала. Кому это интересно, можете ставить на стоп-кадр и созвониться, договориться. В 600 лир входит и обед. Там, он сказал, есть курица, есть кофте. Куфте, ну, вот это вот, как котлетки такие, то есть, с гарниром. Здесь же, говорит, дискотека. Можно, говорит, вообще, говорит, групповое на 100-120 человек. Говорит, что в любое время можете заказать, можете выезжать туром. Так что, очень мне здесь всё понравилось. Можем, говорит, прямо сейчас поехать куда-то. Но я говорю, нет, потому что я пришла только на завтрак. Сейчас я поеду уже домой. Говорит, что здесь ночью очень красиво включаются вот эти вот светильники. Ночью всё это можно закрыть. То есть, даже никакого ветра не будет. Очень много выпивки, как я уже вам и показывала. Здесь есть даже и водка, и виски. То есть, вы можете здесь дни рождения справлять, любые праздники. В общем, он готов организовать всё. Вот такой вот бар. Выпивки много. Смотрите, друзья, вот здесь вот, получается, стоят яхты. И вот в этом месте находится этот ресторан. Ориентир, чтобы вам показать. Вот эта вот площадка. И так и называется Blue White. Мужчина зовут Измаил. Он сказал, что организует любой праздник по вашему желанию, друзья. Ну, а мне было очень приятно здесь посидеть. Все мои желания, можно сказать, исполнились. Мне здесь очень понравилось. И буду покидать это прекрасное место. Безумно всё понравилось. Спасибо этому месту. Я пошла. Вот такой вот завтрак у меня сегодня получился. Самой себе подарок не сделаешь. Никто не сделает, как говорится. Но сейчас давайте о приятном. Вообще, подарки, конечно же, были. Мы ещё неделю назад зашли в Селевке в магазинчик, где продают духи. Муж мне подарил аж два разных парфюма. Заранее сказал, что на 8 марта. Сегодня, как я понимаю, заказал цветы домой. Я, конечно, уехала. У меня сын звонил, говорит, мам, привезли цветы. Так что пишите, какие подарки у вас сегодня на 8 марта подарили мужья, может быть, сыновья, может быть, молодые люди ваши. Будет приятно почитать, как вы 8 марта своё справили. Ну а сейчас немножко хочу прогуляться по набережной и вам показать её ещё раз. Здесь есть очень много площадок, где можно посидеть. Возможно, даже посижу немного, поработаю. Немножко помонтирую ролики. Да, конечно, друзья, жить рядом с морем – это классно. В любое время можно спуститься к морю, посидеть. Тут также, кстати, есть развлечения и для детей. Вот они вот здесь вот. Можете с детьми приходить. Дети поиграют. Здесь вы погуляете. Классное место. Я вообще Ташуджу очень полюбила, потому что, не знаю, курортный райончик. Здесь можно приходить, гулять. И вообще здесь рядом жить, конечно, тоже здорово. Поэтому я и задумывалась, может быть, стоит переезжать через годик сюда, поближе к морю, потому что явно уж будет хотеться постоянно к морю. А ездить сюда – это, конечно, дополнительное время. Кстати, самое главное, ты не сказала. Завтрак вышел на 300 лир всего лишь. Я думаю, это недорого. Здесь, кстати, есть вот и туалеты. Я так понимаю. А, нет, платные. Написано 10 лир. И, друзья, приехала я в Селивке. Почему? Сейчас объясню. Села, в общем, я монтировать ролики. Думаю, сейчас ещё пройдусь. Вам поснимаю. В итоге у меня села зарядка. Я решила найти кафе, где можно подзарядить хоть немного телефон. Нашла, кстати, очень классное кафе. Там можно и зарядить телефон, там можно и посидеть, покушать. Там очень такое необычное меню русское. Для Турции необычное, конечно же. Там очень много всяких вот этих традиционных русских блюд. Вот, вы можете туда приехать, попробовать. Говорят, что очень вкусно. Очень много приходило при мне русских. Вот, с Ахпую даже пришли девчонки. С 8 марта даже успел поздравить мужчину, который тоже пришёл с друзьями покушать в это кафе. Вот, сейчас посмотрите. Можете даже покомандовать, как сеть. Давайте я встану. Давайте. Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником 8 марта, с этим прекрасным женским весенним днём. Желаю вам всегда хорошего настроения, яркого солнца и мирного над головой. И всех благ. Спасибо большое. Так что, друзья, ещё и на моём канале прозвучали поздравления от мужчин. Вот. Что могу сказать? Кафе интересное, необычное. Там, получается, я посидела, попила чай, зарядила телефон. И уже, думаю, наверное, надо двигаться домой, потому что что-то как будто бы облачно стало. Возможно, даже пошёл бы дождь. Сейчас иду в сторону дома. Приехала на автобусе, как обычно, до центра. И уже отсюда до дома доеду тоже на автобусе. Сейчас пройду с вами опять этот каменный мост в сторону Селевке, в той стороне Селевке. И там уже сяду на автобусе, поеду домой, друзья. Что хочу сказать, друзья? Ещё раз всех с праздником, милые дамы. Хочу пожелать всем счастья, радости. Не забывайте о себе. Не забывайте наполнять себя. Для того, чтобы кому-то что-то дать в этой жизни, нужно сначала наполниться. Наполниться энергией самой. А лучше потом. А если вы неэнергичны, если вы, как сказать, пусты, то вы и отдать ничего не сможете. Поэтому берегите себя, девочки, в первую очередь. Всем счастья, друзья. И, конечно же, самое главное, мирного неба над головой. Всем пока, друзья.